Алло, Антон. Слушаю. Здравствуйте, меня зовут Владимир, я звоню вам с города Железногорска Курской области. Алло, алло. Слушаю. Я являюсь вашим подписчиком и пытался с вами неоднократно связаться, в Телеграме вам писал Сургу-2, Антон, и писал вам еще ВКонтакте. Хотелся получить у вас консультацию, помощь по судебным вопросам. Я как-то сразу в эту тему вошу влился и понял, что это правда, потому что сам неоднократно хожу в судебные процессы и, в принципе, понимаю, что теперь мне стало понятно много, откуда персональные данные, почему именно судья так или иначе ведет себя в судебном процессе. Я хотел бы попробовать бороться, грубо говоря, с системой теперь по вашей методике, потому что по методике персоны получается слабовато и не всегда выигрывает. Вот я хотел вас спросить такой момент. Скажите, вот я просто слишком поздно вас увидел, и я уже находился в процессе, я уже себя обозначил как персона. То есть уже дело было, в принципе, первый судебный процесс прошел, первое заседание я паспорт показал, все показал. По факту я себя уже персоной объявил. То есть вот как вы там в некоторых роликах даете рекомендации людям, то есть как там судья ловит, допустим, паспорт покажи, через свидетельство о рождении, через ходатайство, через подачу ходатайства. То есть все вот эти моменты через продолжение дела рассмотрения. То есть все это как бы такие уловки судей, чтобы человека именно идентифицировать как персону. У меня вопрос такого плана. У меня шел судебный процесс налоговой инспекции. Я судебный процесс судья оставил в пользу истца, то есть взыскать с меня все налоги, неуплачено, несмотря на то, что мне требованиями направлялось. В материалах дела находятся копии, копиями погоняют приказ о назначении юридического лица, именно налогового. Я туда и приложил ваши эти, как их, документы скачал, ваше волеизъявление о предъявлении судью и полномочии. Подал в письменном виде, но подалось в качестве заявления и в качестве, уже подавалось в качестве ходатайства. Ну, не волеизъявления, а заявления, потому что как бы уже не мог с вами связаться и не понимал, как дальше действовать. Боялся, что суд может не принять от меня их. И я решил идти уже по пути персоны, через ходатайство подавать. Когда я это все, конечно, зачитал, у судьи был шок просто и у секретаря. Вот именно ваше волеизъявление, предъявление полномочий судьи. Ну, там реально был шок. То есть просто они мне отказали без всяких комментариев. Хотя я писал, вынести письме на определение, суд не может дальше продолжаться, так как судья является таким же участником процесса и должен подтвердить свои полномочия и, в принципе, через тот же паспорт РФ свою личность. Чего судья не сделал, просто отказать и дальше начал вести процесс. Соответственно, после, конечно, этих заявлений процесс, ну, он, наверное, и так бы был предвзятым в сторону налогоинспектора, но так он был, ну, очень, скажем так, предвзятый, с нарушением всего, чего только можно. Вот сейчас я выхожу в апелляцию, собираюсь писать апелляционную жалобу подавать. У меня такой процесс. Могу ли я сейчас апелляционную жалобу на этой стадии подавать уже от имени живого человека? Или уже в этом нет смысла? Мне уже надо дело доводить до конца уже как персона. Можно и так, и можно и эдак, можно и средний вариант. Какой будет вы? Я почему боюсь сейчас, например, как живой человек. Скажут, суд первой инстанции рассматривал там персону, там, грубо говоря, Терешина Владимира Александровича, а здесь начнет, ну, как, живой человек. Но ваше заявление, вот это ходатайство и заявление я подал как на имя суди, так и на председателя суди и написал без акцепта, без оборота на себя и на свое имущество. Но без акцепта, получается, я тогда сам не акцептировал данное заявление. Наверное, не надо было писать без акцепта, да? Или я все правильно сделал? Ну, если ты не хочешь акцептовать любую эту оферту, то надо писать без акцепта. Вот я так и написал без акцепта, без оборота на меня, на мое имущество. Судья спрашивает, как это понимать? Я говорю, ну, так и понимать, что я не акцептирую, и без оборота на мое имущество. Подписался человек там, какой-то, такой-то, ну, все. Я говорю, так и понимать, вот как вот здесь и есть. Ну, правда, видите, я это уже заявил на втором судебном заседании. То есть, потому что первое это прошло, я еще не мог никак с вами связаться. Не получалось. То есть, вы на мои сообщения как-то не ответили ни ВКонтакте, ни в Телеграме. И я вот в одном из роликов ваших увидел ваш телефон, как вы говорите, что вы даете там, продиктовали свой домашний телефон. И я вот на него решил позвонить, потому что думаю, вот как вообще с вами можно контактировать, допустим, там, возможно ли это как-то через WhatsApp, либо как-то вот посредством интернета, чтобы вот не звонить, например, на домашний номер. Потому что, как бы, звонки из Курска в Сургут, там, довольно-таки по деньгам ощутимо выходят. Звони в Телеге, Антон 4.0. Сейчас. Антон. Антон. С маленькой буквы правильно? Да. С английскими буквами. Антон 4.0. С английскими буквами? Сейчас я пишу. С английскими буквами. С маленькой буквы Антон 4.0, да? Да не хочу там. 4.0. А, 4.0. Антон 4.0. 40, грубо говоря. Антон 4.0. Я, как бы, еще не знаю, как это. Ни разу через Телеграм не звонил. Сейчас мне человек поможет. Я, как бы, таким, сам довольно-таки человек возрастной, почти 50, и у меня недавно просто вот такой телефон, не кнопочный, как говорится, центр, но я его еще в процессе осваивания. Сейчас мне, как бы, подскажут, как это сделать, и я бы тогда мог вам уже тогда позвонить уже именно в Телеграм. Скажите, ну вот на данной стадии, вот как мне лучше подать вот эту апелляционную жалобу, чтобы они ее и не завернули, не сославшись на то, что, ну, она не оформлена должным образом, и поэтому оставлено, ну, скажем так, не принято к рассмотрению. То есть мне ее уже тогда подавать как от персоны, например, когда уже пишу там такое-то, такое-то, фамилия, имя, отчество, там, дата рождения, административный ответчик, ну, и все вот эти дела. Либо же уже, например, писать, как по-вашему, как вы делаете там, живой человек. Некоторые, я смотрю, пишут распорядитель там персоны, там, генеральный распорядитель там персоны такой-то. Ну, я вот смотрел стримы, как вы вот с людьми общаетесь там, вот вы говорите, что вы выбрали вот именно для себя вот такую форму, как бы, вот обращение, которое вот в этих документах. Вот я хочу, как бы, и звоню, в принципе, для этого, хочу понимать, как мне подать, от чего имени мне подать, чтобы выиграть сто процентов. Чтобы они, не дать им шансов дело вернуть, как бы, оставить без рассмотрения, типа, апелляционная жалоба оформлена не должным образом. Потому что, как бы, я в суде первой инстанции не заявлял себя, как живой человек, то есть я там прошел, как персона, да, а вот, чтобы они не восприняли, что именно в апелляции я себя уже позиционирую, как живой человек. Ну, и, скажем так, они, как бы, этот момент не использовали для того, чтобы отказать в принятии жалобы. Алло. Так, ты задал примерно пять вопросов. На какой из них надо отвечать? Я понял. От какого? А как мне подать правильно? От персоны сейчас апелляционной жалобы, либо от лица живого человека, чтобы суд принял ее к производству, скажем так? Ну, во-первых, я слышу, что у тебя нет четкого распорядистления себя с персоной. Потому что ты только что сказал, от персоны подать или от лица живого мужчины. Лицо живого мужчины – это и есть личина, личность, то есть персона. То есть ты сказал либо от лица, либо от лица. Нет, я почему сказал от имени персону подавать? Потому что у меня уже первый процесс, вот именно суд первой инстанции, я там прошел как персона. Потому что, например, я смотрел ваш один стрим. Там мужчина с вами по лишению прав консультировался. И потом дальше продолжение. Вы ему говорите, ну, ты понял, на чем тебя судья поймал? Он говорит, нет. На том, что он сказал, какие у вас ходатайства, и начал продолжать суд, а ты не возразил. Он тебя на этом поймал. То есть это он индифицировал как персону дальше. И, соответственно, ну, ты суд проиграл. Вот я как бы на основании вот этого видео, которое вы ему говорили, то есть я сделал вывод, что раз суд так или иначе смог человека подловить, грубо говоря, и уже его, хотя человек сам себя изначально заявлял живым человеком, то есть у него не было расстреления. То есть он изначально, ну, когда заявил себя живым человеком, но судья всячески именно пыталась перевести его в плоскость неживого, именно в плоскость персоны. И когда вот она его подловила на этом, вы ему говорите, вот поэтому ты как бы суд и проиграл. Тебе не надо было дальше с ней, ну, надо было отказаться от ведения судебного процесса. А так как ты согласился, она сказала, продолжаем судебное заседание, и ты согласился, значит, как бы, ну, это и являлось моментом того, что ты признал себе персону, и поэтому ты проиграл дело. Но так как у меня уже, как бы, я говорю, я зашел в суд, я показал паспорт, я уже именно сделал действия, которые не растождествляют меня как живого человека и как персону. Я, как бы, с вами, когда созванивался, хотел именно получить информацию, имеет ли мне на стадии того, когда вот уже после первого заседания, когда я себя еще не объявил живым человеком, перейти, скажем так, в плоскость живого человека будет, повлияет ли это на выигрыш дела, либо это уже бесполезно. Ну, вот, не получилось у нас с вами связаться, скажем так. И я уже, как бы, этот первый процесс суда первой инстанции, не процесс, а первое рассмотрение моего дела в суде первой инстанции, я уже проходил именно как персоной. Сейчас я растождествляю себя, я понимаю, я понимаю все, что там происходит, весь вот этот принцип. Но, опять же, я возвращаюсь к своему вопросу. Я, как бы, почему вот это все рассказывал, чтобы вам было понятнее, почему именно я себя в суде первой инстанции не растождествлял именно с персоной. А вот теперь, как бы, у меня закончился суд первой инстанции, начинается суд второй инстанции, куда я еще не ходил. У меня, вроде бы, как есть шанс уже себя растождествить с персоной и подавать себе, писать как от живого человека. Вот могу я вот сейчас вот на этой стадии именно подавать себя как от живого человека? Как зовут? Владимир. Владимир, ты один и тот же вопрос задал... С разных сторон. Ты его раз пять озвучивал, мне он ясен стал с первого раза. Я просто просил его задать как можно короче. Вместо этого ты его опять еще длиннее, 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 каждый раз все длиннее рассказывал. Научись коротко задавать вопросы. Могу ли я на данной стадии зайти по теме живых? Все? Да, да, да. Конечно, можешь, ты всемогущий. Нет, я понял. Совсем могу зайти по теме живых. Смотрю ваши бланки, как вы подаете, просто я там не видел вашу апелляцию в том пакете документов по ЖКХ, вот как вы выиграли суд, вы же там выкладывали. Я не помню уже, где я их, или в Ютьюбе я этот пакет документов скачал, либо в Телеграме, уже просто не помню, где мне там пацанок скачал, грубо говоря. Вот этот ваш пакет документов, когда вы ЖКХ там именно судите, но я там не видел именно апелляционную жалобу в тех документах. Или это не имеет значения? В принципе, я могу сейчас зайти как живой человек и просто писать от имени живого человека как апелляцию, так как я всемогущий, правильно? Смотри, на стадии апелляции там, так называемая черная мантия, она смотрит только бумаги. То есть, твое слово там, даже если ты придешь, там, ну, вряд ли ты что-то сможешь сказать, там, высказать. Даже если что-то скажешь, им, в принципе, без разницы, они смотрят только бумаги. Соответственно, апелляцию нужно еще, ну, это, в первой инстанции наполнять дело своими бумагами. Требования к апелляционной жалобе, то, что ты говоришь, ненадлежащим образом оформленные, я такого еще не слышал, чтобы апелляционные жалобы завернули. То есть, требования к апелляционной жалобе, это, ну, в свободной форме, ты там можешь, вот по поводу шапки, да, как тебе заходить, ты можешь дальше от имени персоны написать, это первый вариант. Второй вариант – от живого мужчины, и третий вариант – это промежуточный, то есть от живого мужчины, учредителей и, там, благополучателя такой-то персоны. Подождите, я сейчас пишу, от живого мужчины благополучателя, да? Просто как благополучателя, так, от живого мужчины благополучателя, дальше персоны, да? Ну, да. От живого мужчины благополучателя персоны. Ну, и персоны, соответственно, пишу уже свою фамилию, имя, отчество, правильно? Свою или персоны? Ну, персоны, я имел в виду, ну, то есть пишу как паспорт, а фамилия, имя, отчество, именно паспортных данных персоны. Ну, документы, это, по сути, есть персона, маска. Угу. Правильно? Да. Ну, то есть вот этот, так, от живого мужчины благополучателя, вы еще что-то говорили, здесь еще какое-то было слово. Генеральный распорядитель. От живого мужчины, генерального распорядителя. Генерального распорядителя. С по-миндителю. То есть, так, я понял. Вот, в принципе, вот это такая она промежуточная форма, от которой я, в принципе, могу и отталкиваться. Опять же, это будет апелляционная жалоба или это будет полеизъявления? Тут включается соображалка. Можешь написать волеизъявление, а потом на следующей строчке, в квадратных скобках, апелляционная жалоба. Ну, в кавычках, да? Не в кавычках. Ты слушай внимательно. В квадратных скобках. В квадратных скобках это как? Ну, набери в интернете, что такое квадратные скобки, увидишь. Есть полукруглые скобки, а есть квадратные. Просто что-то на раскладке на компьютере их, блин, не вижу. Ну, ладно, я в интернете наберу. Там, где буква Х и твердый знак. А, все. Все, вижу. Вижу, все, вижу. Я же вам говорю, лузер, блин. Пока вот это все, я понял, в квадратных скобках. Ну, и так же и подписываюсь, в принципе, живой мужчина, распорядитель, распорядитель, распорядитель. Сам записал, теперь не могу прочитать. Слушай, у меня под каждым видео есть ссылка на пакет бумаг по теме живых. Ты его скачивал? Да, скачивал. Что-то скачивал. Ну, так там же есть шапка, открой да почитай. Хорошо. Блин, вот не могу сейчас прочитать. От живого мужчины, распорядителя. Генеральный распорядитель и благополучатель. Ты записать не можешь, а я это все в голове держу. Ну, я записал, теперь не могу прочитать. Кратко пишу, быстро. Генеральный распорядитель. Ну, я понимаю, что, в принципе, там, где суда, главное, что, чем я ее наполню. Примерно, традиционную жалобу я себе представляю. Я вот собираюсь, кстати, туда один из аргументов включить, то, что судья не предъявил свои, никак не подтвердил свои полномочия, тем более я взял выписку именно на областной суд, на курс. Там суд проходит как юрлицо, сама налоговая тоже проходит как юрлицо, согласно выписке. Более того, там в этой выписке, там, в одном из пунктов вообще указано, что ему выдается лицензия. А, соответственно, подавая свой ИФ, она не приложила документы, подтверждающие именно лицензию. А по производству, по кодексу административного судопроизводства, это является одним из основных положений, что при подаче ИФ, если организация лицензируется, лицензия должна, ну, в обязательном порядке прикладываться. То есть я именно при апелляции, как бы, буду вот эти моменты отражать. И именно вот хочу сделать акцент на то, что именно вот, несмотря на письменное ходатайство, которое было подано, и на письменное заявление, судья никак не подтвердил своих полномочий, соответственно, то есть, ну, решение его нелегитимно, он тогда не имел права рассматривать. Или это уже будет вообще не аргумент, коли я уже остался дальше на рассмотрении дела. То есть я, в принципе, мне, наверное, было на том этапе, как только он не подтвердил, мне надо было выходить, и все. Я, наверное, здесь ошибку совершил, правильно? То, что я, как бы он сказал, отказать. Вот мне, наверное, на этой стадии, после оглашения именно вот этого волеизъявления, подтверждения полномочий судьи, после его отказа, мне, наверное, надо было сразу покинуть процесс. Так, нет? Я не советую покидать процесс. Уход с корабля, с суда, с судна, это, по сути, ты от защиты своей персоны. А капитан корабля покидает судно всегда последний. Соответственно, если ты первый выйдешь, ты признаешь, что над твоей персоной, твоей персоной, твоей судом вообще, судном, управляет именно тот, кто остался там. Согласен. Поэтому я не ушел. То есть это я, значит, ну, в принципе, я правильно, интенсивно купил. Смотри, если с тонущего судна капитан уходит первым... Во-первых, это дезертир, да? Он... Ну, да, да. Он себя обесчестил, потому что он отказался от спасения судна, спасая свою жизнь, в первую очередь, а не своего экипажа, там, имущества, вверенного ему. И, во-вторых, допустим, остался какой-нибудь Юнга на корабле. Так вот этот Юнга автоматически становится капитаном. Я понял, я понял. Мне особенно воодушевило вот это видео, когда они... Ребята кричали, да ну, помогите, и судья просто выдержал. И у меня был... Я был шок просто. Я вот это смотрел. Я, как бы, в процессах часто участвую. Но когда я увидел вот это, как бы, ну, это было нечто. А это морское право. Да, 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 я понял. Это морское право. Я чуть-чуть, там, как бы, начал эту тему изучать, там, морское право. Многие видео ваши пересматривали. Именно вот это вот «Сталин 2.0», где вы, там, с человеком общаетесь, по векселям, вексельное право. Что вот это тоже, как бы, интересно. Информации очень много. Как бы, о времени, чтобы вот все это заполнить, скажем так, не могу быстро это все охватить. Как бы, изучаю постепенно. И вот на этой стадии. Тебе повезло, сейчас очень много информации есть в интернете. Четыре года назад почти ничего не было. Мы по крупицам все собирали. Ну да, я просто случайно вот так вот наткнулся. Я даже вот в некоторых там натыкался, когда там вот... Вот меня именно впечатлил ваш канал, ваш сайт. Там вот как бы оно все, вот оно прям разложено. И с масками даже вот это. У меня два суда прошли. Вот в 22-м году они меня судили. И в 21-м за то, что я был без маски. Но я эти дела выигрывал как персона на основании этих нарушений, которые там имелись. Вот это, конечно, шикарное видео про подпись. Вот этот, как там, ВСБАЙ... Нет, никак не так. СФБАЙ АЭР. То есть СФБАЙ пишешь, потом СФБАЙ пишешь, потом ставишь свою роспись, дальше пишешь АЭР. Правильно? Ну там в видео все рассказано. Ну да, тем более вот это про летучего голландца, как вы там с человеком общались. И я просто, когда увидел, я понял, блин, мне пришлось потерять столько времени и столько сил, именно борясь с ними в процессах, именно как персона. Но это ужас. Можно это было все прекратить, в принципе, если обладая вот этими знаниями, которые вы там декларируете. Даже на стадии, не доводя это дело до суда. Просто это, конечно, очень впечатляющее видео. Вот этот летучий голландец, это нечто просто, конечно. Конечно, я даже не мог понять, не мог поверить, что такое вообще может быть. И, конечно, вот эта тема с векселями, как именно все время надо заполнять правый угол, перекрывая, так как они перекрывают именно заполняя должностные лица именно правый угол документа, что как бы нам надо не оставить им для этого возможность, как бы перекрыть этот документ, именно правый угол проверки, я как бы стал сейчас только немного вникать в это дело. Ну, не совсем еще сильно в них, но вот какие-то моменты мне стали понятны. Вот с этими вещами. И вот единственное, что я вот именно хотел сейчас вот на стадии, пока буду писать апелляционную жалобу, чтобы хотя бы к ней приступить, начать вот эти писать, отражать вот эти нарушения, которые были при рассмотрении дела, именно вот хотел именно с вами посоветоваться, опять же, вот как неправильно подписаться. Опять же, мне ее надо подписать жалобу так же, без акцепта, без оборота, правильно? Как и у вас в документах. Я не помню, чтобы я там это... А, в самом низу, там у меня это... Да, в самом низу вы обычно писали ты. А? Владимир, давай на ты, я тут один. У нас тут это... А, ну, я машина, я просто привык в этих судах, просто уже выскачивать на автомате. А вот вы, отключай автомат, включай ручной режим. А смысл... Я прочитал вас, что такое на вы, что такое на ты, как по обычаям, как это было, что это обозначает. Я это понял, почему на ты. Вы это оскорбление, иду на вы, да? Да нет, меня просто коробит, я сразу начинаю глядываться, где тут еще один. Я понял, ну, это просто машинальное высказание. Так, и ты постараюсь себя контролировать. Так, вопрос по поводу подписи ты задал? Да, как вот внизу, апелляционную жалобу, так же написать без акцепта, без оборота на меня и на мое имущество, и подписываю, в принципе, живой мужчина, генеральный распорядитель и благополучатель персоной такой-то. Я их ставлю в роспись. Это у тебя все вверху написано, что про генеральный распорядитель, живой мужчина. Внизу ты должен оставить свой след. По законам Российской Федерации в документе должна быть присутствовать подпись. Подпись согласно ГК-19 и словарям – это собственноручно написанная фамилия. То есть у тебя, чтобы апелляционные жалобы приняли, а не завернули в связи с отсутствием подписи, тебе нужно обязательно написать собственноручную эту фамилию персоны. Не пропечатать, но я раньше апелляцию подавал, у меня была она напечатана, а я оставил как подпись, а фамилия, имя, отчество было, например, дата, роспись собственноручная, а дальше, например, напечатана Терешин В. А здесь я понимаю, что я должен полностью рукой написать Терешин Владимир Александрович полностью, правильно? Не обязательно, я же тебе еще раз говорю, подпись – это собственноручно написанная фамилия. Если ты добавишь имя, отчество, это твое право, но это необязательно. То есть, ну вот смотрите, я ставлю дату в левой стороне, но сначала, вернее, пишу без акцепта, без оборота на меня и на мое имущество, написал это. С левой стороны, например, грубо говоря, ставлю дату, ставлю роспись, как я обычно расписываюсь, и я всегда писал вот роспись, а дальше писал там «Человек», там и писал там «Терешин В.А.». То есть, вот так я должен подписать или все-таки ее как-то видоизменить? Я не смогу за тебя принять решение, как тебе расписаться. Я тебе говорю главные критерии, которые тебе позволят определиться с вариантами. Я тебе еще раз говорю, обязательное и необходимое условие, необходимое и достаточное, в принципе, по законам УРФ, это собственноручно написанная фамилия. А потом, чтобы дать понять, что за этой фамилией персоны стоит живой мужчина, применяются определенные буковки. «Бай» в начале и в конце «А.Р». А если под принуждением, то еще в начале «Ц.Ф» добавляется, либо «ВСИ», либо «Троеточие» ставится. То есть, если под принуждением, то «Ц.Ф» — это под принуждением, правильно обозначается? Владимир, пересмотри внимательно, если потребуется, 3-4 раза видео под названием «Роспись под принуждением». Там все рассказано. Слушай внимательно. Я тебе просто пересказываю видео. Я понял. То есть, мне надо написать именно «Бай», «Роспись» и «А.Р». То есть, у меня, кстати, поэтому и были вопросы, допустим, если я именно буду вот так вот подписывать, вроде как я под принуждением апелляционную пишу, но я вот сейчас, мне стало ясно, что мне апелляционную не надо подписывать именно «Ц.Ф». То есть, «Ц.Ф» — это оно и обозначает под принуждением. А «Бай», а вот «Бай» как раз «Бай», «Роспись» и «А.Р». То есть, вот так вот это подписывать документ, грубо говоря, апелляционную жалобу можно. А вот именно добавление буквы «Ц.Ф» обозначает под принуждением, правильно? Что такое «Ц.Ф»? Ну, вот это вот символика, что она обозначает, что под принуждением, что когда вот там какого-то герцога или кого-то хотели лишить Сана, он так и подписал же. Вы в этом видео говорите, что он именно подписал. Я в видео все рассказываю. Ты услышал только часть. Я вот и уточняю. Ты знаешь, что такое «Ц.Ф». Вот тебе в этом «Черный манти» не зря спросил, как это понимать. То есть, он проверял, понимаешь ты вообще, что ты говоришь или нет. Да, да, да. Я понял, что он проверял, а я сказал именно понимать так, как написано. Потому что не хватает, скажем так, не успел именно к выходу в этот судебный процесс, не успел именно осознать, скажем так, прорасти в меня эта информация, не успела. Вот именно, чтобы она вот, как вы говорите, вот такое, как ты говоришь, как вот отождествление, чтобы было четко понять. Я чуть-чуть здесь еще спушевался в суде, и, видимо, вот это замешательство, он понял, что я как бы плаваю. Ну, я это даже считал. Но он, когда именно дал понять, что он в теме, потому что именно там, когда я в возражениях на действия судьи указывал, что я не являюсь персоной и не являюсь физическим лицом, и он просто сказал, что персона переводится с французского матка. Хотя вот во время моего зачитывания возражений на действия судьи. То есть я как бы это воспринял, что он, как бы вот этой фразой, дал понять, что он, в принципе, в теме, он понимает, о чем я пытаюсь сказать. Но вот этим вопросом, который вы правильно говорите, он убедился просто, что я плаваю. Когда я написал без оборота на меня, я-то здесь, именно у меня-то подпись стоит, стояла как, без оборота на меня, на мое имущество, дата, роспись, как я в паспорте, грубо говоря, расписываюсь там, ну и пишу, человек, Терешин Владимир Александрович, вот так. И он, видимо, вот это, там у меня не было буквы С, Ф и Бай, А, Э, там у меня этого не было. А должно было, видимо, быть, да? Ты что-то длинные реплики устраиваешься. Ну да, я такой был, раз, в общем, блин. Он, вот это то, что он тебя спросил, а как это понимать, это была не просто проверка на знания, это была проверка на дееспособность. Если любой человек использует какие-либо знания, какие-либо там аббревиатуры, буквы, еще что-нибудь, и понятия не имеет, что это обозначает, это говорит о том, что он применяет знания, которые он не знает. То есть он пытается использовать волшебную палочку, не понимая, как работает эта волшебная палочка. И это именно проверка на дееспособность. Вот то же самое у тебя сейчас вот с этим ЦФ. Ты вроде и видел видео, там, кстати, я рассказываю, что такое ЦФ, и как расшифровывается, и что означает, и как переводится, и как нужно использовать. Но ты этого не услышал, ты этого не запомнил, и ты это не сможешь поменить, пока еще раз не пересмотришь. Да, я согласен, я сейчас пересматриваю это видео. Ну, элементарно, даже вот возьми видео, многие мне говорят, мы твои видео по 10 раз пересматриваем с ручкой. То есть они буквально, вот то, что я показываю на экране, у меня же вся информация сжатая до невозможности. Я стараюсь вот в эти 10 минут уместить информацию колоссальную. Я бы мог про это ЦФ в ЦФ, короче, 3 часа рассказывать. Ну, зачем? Вот народ берет ручку, и прям, я говорю там, Ц.Ф, это сокращение от таких-то слов. Он раз подроспись, многие вот запоминают именно, когда напишут. Берут и пишут. Ага, я понял, согласен. Я сходу запоминаю, я просто осознаю, и все. Ну, у меня не было именно подписано ЦФ, АР и БАЙ. У меня этого не было в подписи. У меня просто стояло, как бы, у меня было единственное, только что вот эти слова, без оборота, без акцепта, без оборота на меня и на мое имущество. У меня именно в подписи отсутствовало ЦФ, БАЙ, АР отсутствовало. Подожди, я тебе не говорю про то, что у тебя бы где-то когда-то было. Сейчас в разговоре я тебя спросил, что ты говоришь мне, мне это, ты упомянул ЦФ. Я тебя спрашиваю, что такое ЦФ? Ты понятия не имеешь, что такое ЦФ? Ну, получается, что так, да. Это, ну, да, именно. Я, видимо, это пропустил, просто смотрел, видимо, много-много ваших видео, и как бы, и там где-то вот информация мало усвоилась, и каша в башке. Надо, видимо, пересмотреть, действительно. Я единственное для себя понял, что если я буду подписывать, например, тот же протокол, там, писать ЦФ, БАЙ, Роспись, АР, то он уже будет считаться, что этот протокол, допустим, составлен под принуждением против моей воли. Вот это я для себя усвоил. Как бы, что мне надо вот именно вот эти символы написать, тогда все, как бы, это под принуждением. Вот это я вынес, скажем так, из этого видео. Ну, а вот тебя, это же пишется не для полицейского, а для судьи. Вот судья тебя тоже вызовет, скажет, а что такое ЦФ? Ты ему скажешь под принуждением. Он скажет, а как, буквы английские, ц.ф. С русским под принуждением вообще какая взаимосвязь? И ты не сможешь пояснить? Да, не смогу. Ну и все, значит, ты не знаешь то, что ты пишешь, и не соображаешь. Ну, согласен, да. То есть использовал волшебную палочку, и понятия не имеешь, как эта волшебная палочка работает? Да, да, по сути, да. Ну, а если я буду именно подписывать в апелляции, там же меня никто не будет слушать, судья же мне не сможет этот вопрос задать. Он же будет смотреть только, что изложено. Он же не сможет мне, грубо говоря, это задать-то, правильно? У меня здесь есть, например, вариант написать, чтобы он не смог оценить, волшебную я сейчас палочкой пользуюсь или нет. Не сможет. Ну, не сможет. И задать мне эти вопросы не сможет. Соответственно, он будет как бы понимать, но все-то узнает, чем и как он пользуется. Ну, а спросить нельзя будет, потому что они с бумаги изучают. Ну, вот вам бумага, изучайте. Правильно? Правильно-то правильно, но рано или поздно возникнет ситуация, когда тебе надо будет пояснить это. Нет, это однозначно. Это я абсолютно согласен. Это я сейчас все пересмотрю. Постараюсь это все как бы внеснуть. Потому что даже вот, опять же, например, даже в процессе видео бывают какие-то вопросы, возникают. Блин, не знаешь, как позвонить, спросить. Ну, не догоняешь просто некоторые моменты. Вот я говорю, пока случайно в одном из видео не увидел, как ты телефон дает человеку вот именно вот этот домашний. Из-за чего я, когда ты говоришь, вот как с вами связаться, и ты даешь телефон вот этот. Вот я вот это успел как бы записать, и поэтому и звонил. Думаю, чтобы сейчас срок-то подходит подача апелляционной жалобы. Я думаю, хотел посоветоваться, как мне правильно ее оформить. Ну, и уже как бы более детально вникать вот в эту тему живых. Ну, потому что сроки подходят. Я хотел бы ее сейчас забросить, обжаловать, грубо говоря, и уже как бы спокойно уже заняться более глубоким изучением, скажем так, и познанием этих моментов. Тем более будет ваш непосредственный контакт в Телеграме, где уже можно уж совсем, если до чего-то не будет мозги доходить, уже можно хотя бы это уточнить. Ну, контакты получил. Контакты получил. Ты мне скажи, мне сейчас ЦФ под принуждением нет смысла писать, потому что апелляционная жалоба не может быть под принуждением. Я же ее добровольно пишу, правильно? Почему добровольно? А, нет, под принуждением, потому что как бы закон устанавливает это обжалование. То есть не то, что я вот сидел, сидел, у меня воля моя возникла. По сути дела, то, что именно вот это законодательство РФ заставляет меня подавать эту апелляционную жалобу и сроки, тогда это можно расценивать как под принуждением. Я правильно мыслю? Ну, в принципе, правильно. Только ты должен для себя определиться, под принуждением ты это делаешь или по доброй воле? Нет, сейчас для меня ясность наступила, что я делаю под принуждением, потому что если бы не было этого суда и не было вот этих норм, которые обязывают меня делать и именно подавать ее и установленные их законом нормы, соответственно, тогда принуждение прослеживается. Тогда, значит, в бай будет тогда актуально. Вот не пытаюсь мыслить, а разложить ситуацию. Хочу спросить, а правильно мыслю? Ну, правильно я понимаю как бы ход событий? Я и про парня, про этого смотрел, про полицейского, которого они, как его система там ломала, и как они преследовали семью его, и там, как они его задерживали, вот это вот, ну, то есть как он осознал себя живым. Вот когда он выкладывает свое интервью у вас на канале, конечно, это тоже сильная вещь. Там она, конечно, впечатляет. Когда он стал именно пользоваться вот этой темой живых. Я так понимаю, использование темы живых, это там, вот они вас, это психушки, я так понимаю, обследовали, доводили, пытались выдать тебя за сумасшедшего, чтобы, как бы, вроде человек ведет себя неадекватно. Все стадо идет туда, куда его гонит, а этот не идет. Вот, грубо говоря, его, блин, ловить и принуждать. То есть он говорит, я не стадо. Там, вот стадо отдельно, я не стадо. Там, я живу человек, я личность. Как бы, система не может и хочет создавать этот прецедент, и, как бы, соответственно, пытается выдать тебя за сумасшедшего, чтобы, как бы, для других не было примера так же последовать тем же курсом, грубо говоря. Я правильно вот это расцениваю? Ну, правильно. Проверка была на волю. Сломится ли воля, подастся ли. Потому что, вот, я еще не слышал, чтобы, как бы, многих, много людей за четыре года звонило и говорили, что их в психушку упекли, и что им, якобы, комиссию устроили. Но вот недавно Елена Юн попала в психушку. Ее там обследовали по уголовке, экспертизу назначали. Так она там говорила, там, четверо или пятеро к ней вышли в белых халатов. Ну, я ей сказал, что это не рекорд. Мой рекорд, по-моему, еще никто не побил. У меня было где-то 35-40 человек. Офигеть, просто такая жесть. Угу. Просто, ну, это... Весь бомонд округа собрался. Мне в армии приходилось идти против системы. Как бы, я знаю, как это тяжело, как бы, ну, в каком плане идти против системы, что, как бы, у всех там дедовщинах, все вот это живут по этим, по их внутренним правилам. Я не хотел жить, как бы, ну, и, соответственно, система, она всячески, они там пытались сломать. Как офицеры, так и, в принципе, старослужащие. Ну, я, конечно, прессинг испытал там тоже серьезный такой. Было тяжеловато. Даже не сказать, что тяжело. Но я даже тогда не понимал... Не, я как понимал. Я думал, раз мне Бог это свыше дает прийти, ну, претерпеть такие испытания, ну, значит, он меня к чему-то готовит. Но в свете того, что сказал сейчас ты, то есть вот эти мои, как бы, вот эти испытания, они, так, легкое недоразумение. То есть там 35 человек выходит, вот это и все вот эти дела, конечно, это вообще жесть. А тут уже борьба, система именно с государством. Это, как бы, такой, блин, это такое очень серьезное испытание в жизни. Я думаю, не каждый сможет его пройти. Время удастся, я думаю, давай вопросы. Ну, я вот все к вопросам, к этим. То есть я уже тогда для себя понял, что ТФБАЙ, роспись АР я могу подписать вот так, правильно? Роспись как выглядит? Как закорючка или как что? Ну, роспись выглядит вот, например, пишу букву Т прописную, потом В, Л, ну, сначала буква Т заглавная, потом заглавная В, маленькая Л, ну, и две таких вот, как две гантели, этот, как его, как знак бесконечности, ну, вот после буквы Л. То есть сначала пишу, например, букву Т, там прописную, да, буква Т, раз. Буква В, прописная, большая, маленькая Л, и вот эти две гантели, только не в горизонтальном, а в вертикальном расположении. Кроспись ставлю. То есть вот так вот оно нормально будет или нет? Опять невнимательно слушаешь. Чтобы апелляционную жалобу, еще раз повторяю, слушай внимательно, чтобы апелляционную жалобу не завернули по причине отсутствия подписи, должна присутствовать собственноручно написанная фамилия персоны. Я понимаю, что, то есть мне надо прописную написать тогда Т решим, грубо говоря, вот так. Ну, это, это, это твое право. Я тебе говорю, как я расписываюсь. То есть, если под преднуждением, c.f.abay.bulgakov.a.r. А, просто фамилию без инициалов. Третий раз повторяю. Собственно, подписью в российском законодательстве, именно подписью, не росписью, не автографом, а именно подписью считается собственноручно написанная фамилия. Я понял, именно фамилия, я все, все, я до меня дошло, фамилия, именно без инициалов. Потому что вот эту фишку я помню, когда я, например, в нотариус именно подписываешь документ, что-то заверяешь, и хочешь расписаться как в паспорте, они говорят, нет, пиши просто прописью, фамилию. Вот это, видимо, с этим и связано именно при завершении, ну, при нотариальных действиях. Я правильно понял? Потому что для меня это всегда было, скажем так, я как бы понимал, что это не просто так они делают, но не знал почему. Теперь как будто у меня ясность, и я понимаю, для чего это делается, что именно при нотариальных действиях, то есть они более, скажем так, следят за тем, чтобы было вот это вот, все это дело исполнено, грубо говоря. Поэтому они и просят фамилию написать именно вот прописью, как, ну, грубо говоря, там, как, ну, прописью, фамилию написать, правильно? Наверное. Я понял. То есть ты пишешь c.f.by булгаков ar, и все. ar большими буквами латинскими, правильно? Верно. Так, ну, значит, тогда я тоже смогу так подписать, в принципе, вот. Единственное, мне сейчас надо, конечно, изучить название c.f.by, проверить еще раз, как бы просмотреть это видео, как бы чтобы в дальнейшем более, скажем так, детально это знать и понимать вот эти все вещи. Так, ну, а вот это, что писать, живой человек, вот это добавлять надо, или уже, или это уже в шапке будет там, грубо говоря, уже в апелляционной жалобе, то есть это уже сверху у нас остается, здесь этого уже не надо, здесь просто без акцепта, без оборота на мое имущество, и все, и пишу c.f.by, там, duration ar. Вот так вот, правильно? Все ответы в видеороспись под принуждением. Там и про бай, и про ar. Ты же понятия не имеешь, что такое бай и что такое ar. Сейчас буду пересматривать, значит. Так, я буду тогда пересматривать. Антон, скажи, что я должен за консультация? Ничего, одно, ровно одно благодарство. Благодарствую, Антон. Я про благодарствую смотрел, что такое благодарить, и ты говоришь в суде, даже судье благодарствую, почему, как бы, что это обозначает, это я смотрел в ролике. Вот это, как бы, я смотрел, да. Не только судье, но и тем, кто меня пытал, и всем этим сорока человекам, которые были в белых халатах. Любому, от кого получил любой опыт и любое благо, я говорю, благодарствую. Ну, да, я понял. Ты даже говоришь, что они, как бы, делают для тебя урок, несмотря на то, что он урок этот, может быть, доставляет тебе какие-то там проблемы, неудобства, но они тебе дают урок, и поэтому ты им за это благодарен. Я видел это, как ты говоришь. Я даже помню вот видео, надо его пересмотреть, когда ты говорил, что когда тебя стали, привезли в больницу, там на предмет тоже освидетельствования, что там вышел врач, и именно ты красной ручкой стал писать в правом углу, перечеркивать вот эти незаполненные поля. Вот я сейчас не совсем вспомню, что именно там вот ты с правой стороны писал. Надо тоже, кстати, пересмотреть вот это видео, свяжать память. Я чувствую, что это видео не по одному разу надо все пересмотреть, чтобы оно в башке осталось уже вот так вот окончательно. И именно ты там рассказываешь, что именно надо, говоришь, у меня не было красной ручки, я попросил у них дать мне красную ручку, и стал писать красная ручка. И что именно на оборотном стороне листа тоже какие-то действия ты совершил. И что, говоришь, они, говорят, переглянулись друг на друга, как бы смотришь, что он делает. И они понимали, что ты, в принципе, как раз обменяемый человек, делаешь то, что надо. В принципе, все правильно делаешь. Я сейчас это, я постараюсь это видео найти, просто я все, как бы, видео твои пытаюсь там в папку в одну загонять, просто сохранять, чтобы, ну, не потерять их, чтобы в любой момент можно к ним вернуться было и, скажем так, их изучать. Ну, вот смотри, вот она, психушку они проверяют. Ну, а могут они по беспределу просто признать человека невменяемым, да и все. Или это будет зависеть, скажем так, от правильности... Не, ну, это понятно, что это будет зависеть от правильности действий. А тут четко надо, конечно, понимать, четко понимать, какие действия человек должен осуществлять, чтобы, скажем так, не предоставить им возможности признать себя, скажем так, дураком, грубо говоря, не лишить себя дееспособности. Вот где бы вот это посмотреть, то, что у тебя вот... Есть ли такой материал, что вот именно, когда психушку увозят, именно вот, скажем так, где пояснения, как себя вести, какие вопросы задают, как отвечать надо, как документы писать, подписывать. Я так понимаю, что красная ручка, это уже все надо делать. Именно там и значение имеет, что красная ручка именно все это делается. Потому что, видишь, как тебе сказать, я там, например, видео твои начинал смотреть непоследовательно. Вот я там наткнулся случайно в интернете, готовясь к суду на твое видео. И потом, как бы, оно вот у меня в ленте всплывает какое-нибудь очередное твое видео. И у меня, получается, информация шла, например, не как, скажем так, по возрастающей, а я ее хватал как бы отдельно, ну, кусками. Вот всплыло в ленте, там, я раз там это видео посмотрел, и у меня там сначала кое-что не билось. Потом, как бы, чуть-чуть я побольше информации посмотрел, я что-то стал выстраиваться, и стало понимание, что такое персональные данные, именно данные персоны, и почему, что такое физлица, что такое юрлица. Для меня, я раньше всегда думал, блин, откуда они это взяли, физлица, юрлица. Я понимал, что это кто-то для чего-то придумал, но не понимал, кто и для чего. Сейчас, как бы, ну, пазл сложился, все встало на свои места. И вот последнее видео, я которое смотрел, именно когда ты разговариваешь там с какими-то ребятами, которые именно объясняют, как можно пользоваться, некоторые вот отказывают от паспорта, там, сжигают его, рвут, а потом ни карточку не могут, ну, получить ничего. А там именно вот два человека с тобой на связь выходили, там, разговор ваш был, что они говорят, что можно, в принципе, действовать, не отказываясь от персоны. То, что, как бы, есть вот эти лица, которые за нами следят, которые, как бы, оценивают наши действия, проверяют нас на понимание, скажем так, пользуемся ли мы волшебной палочкой, либо мы осознали. И что дальше, как бы, грядут времена, когда, ну, скажем так, овец от козлищ отделят, и кто будет претендовать, скажем так, на эту землю и на жизнь, а кто просто будет утилизирован. То есть, там вот было вот именно видео, как два человека, ты им задаешь вопросы, там, два парня, так, по голосу чувствуя молодых, они именно начали объяснять, что можно, в принципе, теперь не отказываться от персоны, а комбинировать эти знания и неплохо их использовать для себя. Ну, в принципе, ты это тоже в своих видео все время декларируешь, что, как бы, что ты именно идешь с этой схемой, что ты не отказываешься, там, совсем от персоны, чтобы, скажем так, чтобы эти, пользоваться какими-то благами, которые дает эта персона, но при этом четко себя отождествлять, что ты не персона, а ты именно генеральный распорядитель, именно управляешь этой персоной и, соответственно, все блага получаешь. Вот туда, конечно, вот этот стрим ваш вот с этими двумя чуваками, конечно, это, блин, тяжело там, как бы, сразу все осознать. Там они такими терминами оперируют, что мама не горит, там, блин, это, как бы, я понимаю, тебе понятно-то, потому что ты уже, там прошел такие испытания, что у тебя четкое понимание растождествления и все остальное. А вот, конечно, именно вот по той, как сказать, лекции, или как стрим, стрим, скорее всего, стрим, наверное, был тогда. То есть, к чему я это все рассказываю? Видимо, все равно существует какая-то модель, согласно того, что я сейчас сказал, что можно, в принципе, существовать, в этом государстве, не отказываясь, в принципе, от персоны, то есть, а использовать ее в своей выгоде в тех или иных действиях. Но при этом надо четко понимать, кто ты и что ты, и именно совершать такие действия, чтобы было четкое разделение одного от другого. при этом выстраивалась взаимосвязь, что можно было понять, что не персона управляет человеком, наоборот, а человек персоны. Я правильно понимаю? Можно и так, можно без персоны, но тогда придется все самому делать, не пользуясь благами системы. можно использовать персону, через персону получать блага от системы. Вот этот вариант вообще интересует. Потому что, когда я твои видео смотрел, у меня сначала тоже возникла мысль, что, как там и у многих, что отказаться от персоны, подать, снять себе со всех учетных данных, ну, тогда ты как бы, да, станешь невидимым для системы, она не сможет тебе ничего предъявить, ты там снимешься везде с учета, но ты тогда лишаешься этих благ. Соответственно, возникают очень много таких, скажем так, проблем. Тем более, когда у тебя, например, у меня еще дети есть, и поэтому как бы это связано тоже с детьми и со совершением, допустим, даже за эту квартиру, например, что-то тяжело будет продать, что-то там сделать. А вот, конечно, хотелось бы именно, чтобы ты сказал, где будут посмотреть вот это вот, если у тебя стримы или вот это видео, где, как пользоваться именно благами этой персоны, вот, не отказываясь от нее, чтобы вот как бы благами системы не отказываясь от персоны, при этом заявлять себе, как именно живого человека. Вот где это можно посмотреть? Есть у тебя такой вот, скажем так, информация на канале? Ну, так ты же сам сказал, последний стрим, последний прямой эфир. Антон, спасибо большое, благодарю тебя за такой урок, без цельный жизненный опыт. Надеюсь, как говорится, идти твоим путем, что и, в принципе, может быть, если нас будет больше, может быть, мы эту систему как-то изменим, чтобы живых было больше, потому что по-другому я пробовал систему меня, ну, бесполезно, тот либо революционный путь, либо я располагал вот эту тему живого человека, пока другой альтернативы я для себя не вижу. Потому что как-то в этом жить и как-то с этим взаимодействовать. Начинать надо всегда с себя. Ну, точно, да. надо поменяться как бы, как-то в процессе, скажем так, обучения будут какие-то вопросы возникать, набрать какие-то помощи какой-то получить. Да, звони только. Вопросы подготовь заранее, чтобы времени не тратить. Я понял, я понял, просто это я такой многословный, это вот моя боль, я как-то привык, что с людьми работал, а раньше не бывает, вот вроде сказок, они не понимают, что-то приходится из-за опечки долго, объясняешь, писать, и что-то у меня уже просто оно укоренилось. Во мне и у меня жена постоянно замечание по этому поводу делает, не напрягаешь своей многословностью. Ну, как бы избежки, скажем так, профессиональной деятельности, постараюсь этим что-то сделать, чтобы в следующий раз до окраска отсидеть резиново, подготовить и уже спросить, чтобы не тратить твое время. Спасибо большое. Что тебе могу сказать, только совет. Это вот у машины, я помню, шестая модель Жигули, там, чтобы перевести на 76-й бензин, там надо было растачивать цилиндры и клапаны там что-то менять. Так вот, эту машину можно перетащить, и она больше уже либо цилиндры меняет, либо ездить на том бензине, который заточен. Эта машина так действует, а люди могут и так, и эдак перестраиваются. Так вот, ты, наконец, молодец, что ты освоил инструмент долгого захода и долгого разъяснения. Научись переключаться. Согласен. Согласен. Буду учиться. Все же изучимся заходной сметки. Я это называю пулемет гатлинга. Так вот, этот пулемет гатлинга тебе пригодится в определенных случаях. Но это не значит, что его нужно использовать и здесь, и во всем. И даже если тебя попросили опять пять раз выключать свой пулемет, ты все равно используешь его. Так не делаешь. Надо же не сказать, чтобы он закипал меня, как пулемет гатлинга. Посмотри мне видео на канале. На канале мне посмотри видео. Атака называется. Пулемет гатлинга. Блин, я сейчас запишу гатлинга. Спасибо. Большое благодарение по гатлингу запишу. Ну, я тебе сейчас ссылку пришлю. Это, видимо, я. Ага, спасибо. По поводу дееспособности ты спрашивал, подожди, по поводу дееспособности ты спрашивал, что делать по поводу психушки. Есть такое видео, называется дееспособность. Тоже у меня на канале. в ютубе набираешь два слова. Сургутный обзор и дееспособность. Ага. Сейчас тоже наберу. Ага, дееспособность. Типа, лимит гатлинг это два, что мне надо сейчас посмотреть. Ну, и рост пись по принуждению надо. рост пись по принуждению надо мне пересмотреть, да. Оно и в обычном голландце есть, но не видно, там есть отдельная рост пись по принуждению. Нет, это одно и то же видео. Так же. А, одно и то же, да, но это все я вообще смотрю. Перед разрывом связи ты задал вопрос, где послушать варианты использовать своего гражданина в свою пользу. Да, да, да. Последний прямой эфир, как раз поэтому и разговариваем. Там сейчас называется Содружество наследников. вот, и прям под видео есть ссылка на чат, точнее на канал в Телеграме, где выложено где-то 20 трансляций. Вот эти трансляции у меня ушло послушать где-то две недели. Поэтому вот именно вот эти знания не там. Они на Телеграм-канале вот я как бы там есть Телеграм-канал Сургут 2 разговоры, как-то есть Сургут 2 Антон. Вот я вот именно на Сургут 2 Антона там, да, вот это? Еще раз поясняю. Заходишь на канал Сургут Надзор на Ютубе ищешь последний прямой эфир. Называется он там что-то Содружество Нашельников. В описании к видео к данному прямому эфиру первая ссылка идет на Телеграм-канал. Называется что-то там Свет, Совесть, Любовь. Вот в этом Телеграм-канале есть трансляции. Теперь я понял. Свет, что вор. Да, грубо говоря утка в арте в арестную на дубе 990 там знаю, где. Я понял, понял. Ну, сейчас зайду тогда, еще найду. А я ему, кстати, потерял. Было потом по истории много этих и могу его найти. Думаю, где это видео? Хотел вернуться к его просмотру и могу его найти. И все. Ну, сейчас попробую найти, как раз, как ты уже сказал. Найду, если поищу его. И там именно именно вот когда в Телеграме там именно 20 как-то решений уфировано. А вот на Ютьюбе там просто вводные как бы эти темы, да? Да. Насколько я понимаю. Я понял, там вводные, как бы такая, а вся информация уже там на Телеграме. Это, скорее всего, не вводные, а наоборот, как называется, в начале предисловия, а это после словия. То есть сначала я трансляции прослушался, а потом уже прямой очередь отправил. Что, я понял. То есть, я понял, ты все это изучил, а потом уже как бы это... Я понял. Угу. Хорошо, будем изучать. Будем себя, скажем так, заниматься самообразованием. Как этот, не знаю, у тебя или где там какое образование, говорит, образование наивысшее, говорит, это или где там какое, говорит, сам образ? Ну вот, правильно говоришь. Владимир, вопрос такой традиционный. Могу разнести для всех запись наших разговоров? Полное согласие. Просто у тебя там по ходу разговора звучит имя, отчество, фамилия. То есть, если это не будет разглашением персональных данных с фото, если ты не раздражаешь, тогда размещай. запись, да, 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 подумай, а можно там эту фамилию запикать и сделать, предмещать? Ну, если запикать, то мне придется искать все эти места, мы с тобой больше часто разговариваем. разговариваем. А моя фамилия звучит, правильно? Ну, да. Твои персоны? Угу. Да, да, ты размещай. Я думаю, это, я думаю, это ничем. Для меня таким не мутик, какие-то негативные последствия. Или может иметь? Да нет, ничего страшного не вижу, потому что у меня имя, имя, фамилия это моя персона, она в общем доступе и адрес, то есть я не скрываюсь. Ну, я не против тогда размещать как за чехол там. Да, бро. Я, я не против. Потому что многим будет полезно покушать. А, да, ты, может, ничего такого не сказал? Ну, не скажи. Много ты что сказал, много я что сказал. Ты многое то сказал, что, как ты сказать, я хотел за тебя это сказать, но ты, по ходу разговора сам это озвучил. Ага, хотя бы я не против. Буду только за. Да, бро. Если бы такие же люди, которые звонят тебе на канал, были бы против, то я бы, никогда не узнал об этом и не смог так этим воспользоваться. все-таки, наверное, знания, которые мы получаем, даем друг другу, как бы, это, наверное, будет правильно. Потому что я-то эти знания тоже получил благодаря всем людям, которые именно не против были именно разговоры опубликовать. даже вот этот летучий голландец, там вот этот мужчина, который звонил, полюсернию прав, для меня это было все, скажем так, ценно. Как бы, я оттуда подчеркнул достаточно информацию. Потом, по-моему, парень из Самары или откуда-то звонил, из Сарасова, когда он, как-то венитин действовал, по-моему, Сталин 2 на канале у тебя, как он венитин лицо выступал, именно как венитин от милиции или чьи-то другого представлял. Он, он там у тебя говорит, я венитин, я представлял другие интересные человек, чем венитин, но дело. И поэтому, я считаю, ну, если бы этих людей не было, я бы об этом не узнал. Я за точно все как-то анализирую, то, что ты сказал. Я прихожу к такому выводу, что да, мы должны делиться своим опытом, чтобы другие люди на нем могли, скажем так, просыпаться, отнеслять себя и отнеслять весь системой. Да, это значит. Вот это очень правильная позиция, потому что многие, примерно половина, не дают добро. То есть, они считают, что они там что-то стесняются, кто-то говорит, что нет. Это типа только между нами, для других это не касается, хотя информация, которая, как говорится, истина рождается не в споре, а в разговоре. И вот любой разговор из него можно почерпнуть и определенные крупицы знаний, в том числе из этого. Погласить нам. Ну все, благодарствую и звони. Благодарствую. Буду видеть твое. Сейчас не дал задание, теперь у меня на основе есть еще задание. Теперь за взрыв по репрессионной жалобу откладываю, сейчас вот это все надо начинать искать. Все, благодарю тебя, Антон. До свидания. Всего хорошего. Продолжение следует...